Вы знаете, ну постольку, поскольку, не, ну вот ситуация такая, что гибнут люди, она для меня, она настолько вот, ну патовая, ну ребят, ну куча на европейских, ну приедьте туда, отберите у каждого плохого ружьё и дайте каждому хорошему конфету, потому что я, ну я девочка, я так воспринимаю мир, я созидатель по сути, но. Во мне живёт и очень достаточно умный, взрослый и с высшими двумя образованиями человек, который историю свою, русскую, новую, знает прекрасно. Они, значит, господа, как можно так, чтобы не это, жители Украины, каждые 4 года выбирают себе какое-нибудь новое бандитское жульё. Ну прям вот одни лица вот эти, ну вот, если что, забирают, потом они все страшно ругают и дерутся кулаками, это жульё сажают, значит, выбирают новое жульё. Почему в этот раз они решили вовлечь вот в то же самое абсолютно жульё какую-то такую вот, ну как бы вот, всё же то же самое, ничего, никто, никак. Ну, и тут почувствовали, что раскачали страну до такой степени бедностью, я очень много ездила в Украине с гастроном, я знаю город Луганский, я там репетировала, как вот это, добрейшие люди, дедушка помидоры эти, за какие-то 3 копейки дает, я говорю, дед, ну ты всю жизнь же вращивал помидоры, да если у меня нет сдачи, я тебе её принесу, не надо, и кушай, дочка. Учё у них нету, и вообще всё это такое, ой, нет у меня фотографий с собой, я знаете, там в гостинице останавливалась, у меня был номер люкс, чем он отличался от обычных, он принадлежал педагогу училища, и у него стояли красивые сувенирные, значит, всякие там ангелочки, медвежата ещё, глазам не поверила, у меня в номере был Паша Кабанов, вот прям не даст соврать, Карина Зверева, Паша Савенков, ему так одну точку, Кабанов тогда первая начала шла, он говорит, это глобус Украины? Я говорю, да, это глобус Украины, то есть глобус, в котором только Украина, то есть, ну так, чтобы дети были в школе, маленькие, небольшие, синенькие, такой было учиться, говорит, я говорю, а где мы все, нету, стоит какого-то тысяча, там, не знаю, девятьсот девяносто третьего года, выпуск школьный глобус Украины, ох, чешутся мои руки страшные, но я не ворую, не могу, это грех, я спускаюсь утром нам летать, я сижу нервничаю, говорю, можно мне какого-нибудь самого главного у вас администратора? Да, я говорю, вы знаете, я не разбила ничего, я хочу купить у вас один сувенир из своего номера, ну, как бы не украла, но она такая, да-да-да, что там вас интересует, я говорю, меня интересует глобус Украина, она говорит, что? Глобус Украины, она говорит, нет, не может быть глобус Украины, как идите, и, короче, они не знали, что у них это стоит, ржали страшно, я привезла его в Россию, подарила своему другу Паше Майкову, брату Насте Стоцкой, урожденному киевлянину, вот, теперь только он владеет кольцом всевластия и глобусом Украины, является потрясающим поэтом, выпускает сейчас третий альбом музыкальный, я еще всех заставлю об этом услышать, и, кстати, вот лично вам, Леша, я его подарю, можете не показывать на камеру,